Приветствую вас, и обращаться вам нужно, конечно, в первую очередь к психологу. Вопросами, которые вы описали, занимается психолог, и поэтому вы обратились, в принципе, правильно. Дальше. Ваш вопрос. Как быть невозможен без уточнения? Как быть, чтобы что? То есть вы говорите вот, что, значит, мне 30 лет, я зашёл в тупик, и раньше я никогда не задумывался, кем хочу стать и кем работать. Работал так, для денег, и было неважно, чем заниматься. Вот откуда это у вас пошло? По какой причине деньги для вас имели такое, ну, скажем, определяющее значение, да? Вот. Ведь у этого же наверняка есть, ну, причины, свои причины. Я более чем уверен, что у этого есть свои причины. Что для вас важные деньги были. Поэтому для начала нужно определить с этим деньги, чтобы что. Важные деньги, чтобы что. Это первое. Второе. Деньги как ценность, ну, проигрывают. То есть, ценностью деньги быть не могут. А значит, по крайней мере, с человеческой ценностью, деньги быть не могут. А значит, скорее всего, это не ваши ценности. А ценности кого-то, чьи-то ценности. Но не ваши. И меня здесь интересует вопрос. Если эта ценность не ваша, то чьи они тогда, эти ценности. Если не ваши. Вот. Это очень важный момент, потому что определить природу и значение ценностей на такой ценности, как, например, деньги, очень важно для того, чтобы увидеть ваш путь, как вы к этому пришли. Дальше. Следующий момент заключается в том, что вы говорите про здоровье. То есть, вот, у вас какие-то ограничения по здоровью, вот, появились. И пришлось сменить работу. Соответственно, раз у вас появились ограничения по здоровью, значит, наверное, вы знаете, что эти ограничения из себя представляют. То есть, что вы точно делать не будете. Что вы точно делать не можете. А значит, нужно исходить из того, что вы можете делать. И из того, что вы, с вам наиболее приятно, наиболее симпатично, наиболее удобно, наиболее интересно и так далее. И здесь, как нельзя кстати, пригодится работа над своим эмоциональным интеллектом, который у вас, к сожалению, находится на очень низком уровне. То есть, не путайте, не путайте, пожалуйста, эмоциональный интеллект, да, с интеллектом классическим, вот. Ибо вещи, это все-таки разные немного, вот, а то и даже не совсем немного, вот. Эмоциональный интеллект, это ваши чувства, которые есть у вас. И, соответственно, нужно, в первую очередь, научиться владеть своими чувствами, которые у вас есть. Для этого вам поможет, либо, в этом точнее вам поможет, либо психолог, вот. Личная консультация нужна для того, чтобы разобраться с вашими чувствами, чтобы изучить их, чтобы задавать вам наводящие вопросы, которые помогут вам раскрыть свои чувства. Что, в принципе, очень важно, опять же, для вас. Вот, значит, либо, либо можно воспользоваться книгой, которая называется «Практикум по гестартерапии». За авторством Федерика Перлзе. Вот, вы можете эту книжку прочитать. Она даст необходимые представления о эмоциональном интеллекте и о том, что это вообще такое, и как важно прислушиваться к своим чувствам. А также, даст все необходимые для этого упражнения, чтобы вы могли их делать, и делая их, заново бы узнавали себя. Хотелось бы сразу сказать о том, то есть, хотелось бы сразу сказать несколько важных вещей, связанных, в первую очередь, наверное, со здоровьем. То есть, тут нужно понимать, что многое зависит от того, очень многое зависит от того, как вы воспринимаете вот это вот ограничение. Своё по здоровью, которое у вас имеется. То есть, как вы его восприняли, как к нему отнеслись. Вот. Считаете ли вы себя сейчас, например, значит, ну, ущербным, неполноценным и так далее, и так далее. Если да, то это помешает вам выстроить отношения трудовые организации, например, в которой вы могли бы работать. Это помешает вам преподнести себя адекватно, вот, именно по работе. И потенциального работодателя, скорее всего, отпугнёт, потому что ему не понравится, что вы в себе не уверены. Ну, скорее всего, скорее всего, будет такая история. И если вы не хотите данного аспекта, да, вот, а я уверен, что, скорее всего, не хотите, то начинать нужно всё-таки именно вот, именно с этого. То есть, того, чтобы себя воспринимать адекватно. Себя воспринимать хорошо. Себя воспринимать, правильно себя воспринимать адекватно, без каких-либо негативных моментов, типа, что я неполноценный и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Что касается определения того, что вам, ну, что вы хотели, что вам интересно было бы делать, да, то здесь я рекомендую вам вспомнить, какие игры вы любили в детстве. То есть, ну, правда, вот, какие игры вам нравятся. Вам, вот, 30 лет, да, то есть, наверное, вы знаете, что такое компьютерные игры. Вот, вот, подумайте, в какие игры вы могли бы играть, да? То есть, какие игры вызывают у вас, ну, интерес, симпатию. Вот, какие игры. Вот, какие игры. У вас желание поиграть ещё. А, то есть, вот, подумайте, что интересно вам. И я полагаю, что из этого, возможно, будет уже, в принципе, и исходить. Хотя бы. Вот, можно подумать, какие игры в детстве вам нравились. Во что, во что вы любили играть именно в детстве. Что вам нравилось именно в детстве. Опять же. Вот. Это тоже довольно хороший такой способ понять свои увлечения, свои, значит, ну, свои способности. Потому что всё, всё начинается именно с них. Ага. Ну, всё начинается именно со способностей, на самом деле. Да? Понимаете, о чём идёт речь? Я надеюсь. Всё это поможет вам сделать игра. Ну, вспоминать вам об играх. Вот. И дальше уже с несколько обновлённым эмоциональным интеллектом. Да? С пониманием того, откуда, значит, запреты на чувства. Вы уже приходите к психологу и работаете с ним по данным направлениям. Вот. Я полагаю, что нужно будет озаботиться контрактом, то есть, поставить контракт, что вы хотите себе изменить. Например, изменения будут такие. Такие, да? Допустим. Такой контракт. Я хочу, чтобы меня... Ну, я хочу чувствовать. Например. Я хочу испытывать чувства, допустим. Я хочу руководствоваться, да, именно чувствами, своими, допустим. Допустим. Вот. И это, в принципе, хорошая, очень хорошая основа для запросов. Очень хорошая основа для запросов. Я бы даже сказал, что это запрос, который к вам, вам идеально подходит. Но вы такого запроса не ставите. Вы ставите запрос немножко другой. Вы говорите о том, что я хочу понять, кем мне работать. Вот. А то, что вы, по сути, и не жили для себя все это время, да? Например. А, вас это, ну, не беспокоит. Совершенно. Что вы для себя, по сути, и не жили. Вот. А если вы, если вы не жили для себя, значит, ну, скорее всего, вы жили по инерции. Вы жили, например, удовлетворяя не свои, да, потребности. Вот. Удовлетворяя потребности чужие. Или руководствуясь чужими целями. Вот. Понимаете? Понимаете, о чем я говорю? Говорю. Да? То есть вот, на эти все аспекты нужно обратить внимание. в первую очередь. Чтобы вам, чтобы вам понять, откуда растут ноги. Вот. И только так, только так можно будет к чему-то прийти. Вот. Только при таком раскладе. Вы, значит, не пугайтесь, да? Страшного ничего не происходит. Просто я хотел, чтобы вы знали, что нужно будет сделать. Вот. То есть это не просто так вот. Задали вопрос, да? Значит, как быть? И все. И вам ответили. Вот. То есть это, опять же, в некоторой степени детская позиция. Да? Если вы в тупике оказались, значит, вы все время счастливы к этому тупику. А? Значит, скорее всего, вы, скорее всего, всегда счастливы к этому тупику. Вот. И он вам зачем-то для чего-то был нужен. И вот нужно понять, зачем он вам был нужен. Тупик. Этот. Вот. Вот. Какую цель тупик преследовал. Да? Вот. вот это очень важно, чтобы вами тоже было изучено. Потому что в жизни случайно ничего не происходит. Вот. Абсолютно ничего случайно в жизни не происходит. Так, Георгий, я рекомендую вам не отчаиваться. Я рекомендую вам не падать духом. То есть сейчас происходит это кризис. Вот. Это, конечно, неприятный кризис. Но все-таки, все-таки, все-таки. Это кризис. И чем быстрее вы примете тот факт, что он наступил, да, чем быстрее вы перестанете стремиться к тому, чтобы все вернуть, да, и чем быстрее вы начнете ориентироваться на новое что-то, в том числе и с помощью психологов. Вот. Тем будет лучше для вас. Но я уверен, что выйдете из этой ситуации вы победителем, который знает, что ему нужно, знает, чего он хочет. Вот. А это значит, что это вам на пользу. Только-только идет. Вот. Устается только вам это принять. Принять то, что реальность изменилась, пусть и не самым приятным образом для вас, во многом, во многом. Потому что вы оказались к этому не готовы. Вот. Но это ничего по сути дела не значит. Главное, главное, серьезно относитесь к тем заданиям, которые я дал, вот, потому что они необходимы для того, чтобы, ну, для того, чтобы ваша, ваша ситуация начала решаться. Вот. Сделайте это задание. Сделайте эти задания, точнее. Почитайте книгу. Вот. И после этого я думаю, что все у вас пойдет на поправку. Все у вас пойдет на улучшение. Вот. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что это он был вам полезен. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.